Всем привет! Харьков, конец февраля, на улице ночью было минус 13, сейчас потеплело, может минус 5, а то завтра будет и ноль. У деда вот такие вот ягоды инжиров, вот они, есть уже крупные, есть вот такие вот мелкие, вот видите, и даже вот почки набухают, и маленький такой кругленький инжир выходит. Сейчас мы это растение в ведре пересадим вот такую баклажку большую, это тоже пластиковое ведро, я положил пленку понад стенкой, сюда мы засыпем на низ уголь активированный, это спички, для чего, чтобы меньше высыпалось. На дно. Там отверстия сделаны, поэтому земля может первое время высыпаться. А активированный уголь вместо перлита, в котором ничего нет, а здесь есть и железо загоревшее, и кости перегоревшие, оно более, оно более с витаминами содержится. Сейчас поставлю камеру, аккуратно, чтобы вы видели, а я буду, я предварительно полил его, вы смотрели, наверное, видео, видите, вот это срезы, это воздушное укоренение было, и здесь вот срезы, я уже поудалял. Сейчас надо зачистить хорошо, и вот, смотрите, видите, высыпалось с ведра. Ну, ничего страшного, оно заполнится, и всё. Так, я предварительно полью, чтобы можно было... Ага. Сейчас я возьму вот так вот. Опа. Мощное. Видите, пустота. Я плохо затрамбована была. Корни растут по над стенкой, обочинству. Сейчас мы его пересадим. Вообще, это называется перевалка. Мы корневую не нарушаем. Вот это вот мы сейчас удалим, чтобы он не мешал нам в дальнейшем. Это был срез воздушного укоренения. Он уже с корнями, с него плохо получится. Такие вот надо удалять. Куда? На растопку. А вот этот мы, наверное, и укореним. Большой. Мощный. Здесь вот тоже вылазит. Лучше пускай зачистить надо. Он оттуда лучше будет заживать. И вот эти вот пеньки. Раз. Они товарный вид портят. Ну, как-то так. Теперь берем это ведро. Можно будет чуть приподнять. Для чего? Чтобы было больше места ему. И прямо опускаем сюда. Раз. Вот так. Раз. Заходит. Отлично. Заполняем землей. Земля у меня с сада. Добавил сюда немножко уголек. Вот эта уголь активированная. Видите? Для чего? Чтобы воздушная она была. И немножко перегноя добавил. Потому что нам надо плодов уже 15-15 штук. У нас уже мало. И посадим его. О! Видите? Можно будет чуть-чуть приподнять. А по настенкам мы засыпаем землей. Так. Это нам не надо. Вот и вся пересадка. Сейчас мы его прижмем к одной стенке. А вот этот отчат сюда удобно будет засыпать. О! И затрамбовать. Вот. Из полка. Чтобы не было пустот. Вот это пустоты самое плохо для корней. Воздух нужен. Но пустоты большие уж слишком не нужны. поэтому каждый атак притрамбовываю. Если бы на улице пересаживал. Ну извините минус 5 прохладно для инжира. Будет чуть-чуть конечно грязи. От этого никуда не денешь. Но зато деду комфортно. так протрамбовываем подачу туда. Обязательно повесим бирку. Бирку на ведро, бирку на растение. Потому что на ведре бирка теряется. И все. Это человек без паспорта, тоже инжир без названия он никому не нужен. Я не буду уже ваше время больше занимать. Останется только полить. Хорошо обильно полить его. Тогда ягоды к концу мая должны поспеть. Вот эти что сейчас висят без листьев. Почки вот набухли. Набухли почки. Вот вот ему тепло надо. Света уже иногда хватает. Потому что с крыш капает. Вот так хорошо затрамбовывать. вода для чего? Чтобы поливать можно было. Чтобы вода не бежала по над стенками. А чтобы и здесь корневая полила. и обязательно замульчировать. Картоном можно старым листьями можно мульчировать. не так влага испарялась. Меньше поливать будет. Когда лист пойдет он будет воду сосать только подавай. А в сентябре начале сентября уже вообще не надо поливать. потому что ветки должны вызреть. Не должно быть зеленых побегов. Все ветки должны вызреть. Спасибо что были у меня в гостях. Пока до новых